1. Говорили «Вином нечистый дух, и пришли матери, и братья его, и стоя вне дома, послали к нему звать его». То есть Христос ненормальный, сошел с ума. Вот это можно было в Евангелии-то не писать. И при том, кто его таким-то считал? Не враги, не форисеи, не миры. Богородица. Когда доходишь до полного смысла, да не может того быть. Как? Когда она знала, что ангел являлся ей. Она прекрасно знала, что он спаситель мира, как его наречь, что она дева, она это все знала. И теперь она приходит с тренными сыновьями Иосифа, чтобы взять его с виски домой. Ну тогда не было замок для Малишовы, а потом его все в больницу отвезли. Вызвали бригаду медицинскую. А почему так случилось? Вот вы прочитали, пробежали. А ведь она у нее в пустом месте, и Богородица-то это все так подумала. Поведение Христа было сегодня, сказать бы, неадекватной обстановке. Он вел совершенно не так себя, как ведут простые нормальные люди. Ну хорошее отношение. Ну поддержите хорошее отношение. Тебе сейчас своих бед не хватает. Все государство управляло Иродом. И была партия Ирода. Считают, что его считали за Бога, как вы сейчас представили его. Были парисеи и садукеи. Парисея был не прав, а садукея их никто. Но это фектакль сегодня. Ну определенные же порядки какие-то везде были. И все поддерживали какие-то отношения. И до ножей же все заводили. Где Христос появлялся, мгновенно все сразу кипело. Он говорит, я мирный. Он божественный Соломон. Почему же мира там не было? Где Христос был? Когда написано, мирный землет человек по благоволению. Ну посмотрите, где вам появляется Христос? Где сам мир был? Я не говорю об обучении христианцам-то. Вообще, 2000 лет, где христианцы, там всегда войны непрерывные. Вот крестовые поколы, инквизиция. Но сам Господь. Мы не можем навести здесь никакой критики, а проназобрать. Почему? Ведь установились уже добрые отношения. Все нормально. Христос заходит в храм, в синагогу, сказать. Господи, мы же в синагогу сделали эту школу для обучения. Что тут плохого? Ничего плохого нет. Посмотрите, когда Еврея берут в Священное Писание, оно в определенном месте, свиток, завернутый в материю. Прополезник должен голову накрыть. С чистыми руками. С чистым телом должен быть. Он сделал все, как должно. Ни одного замечания нет. Нормально. Начинает читать. И глаза всех устремлены на него были. И все засвидетельствовали, что благодать. Благодать. Но когда он стал говорить людям, какие они есть, что были, то, что Бога избранный народ стали хуже безбожников. Во всех стране не нашлось ни одной вдовы, а когда война за войной шла в дом, и переполнена земля была. Не в семейном какой-то основе не был посланный ли яд. А в советский дом, какой-то заграницей. Почему? Ответка литературы не нашлось. Язычники, которые придирали, они оказались на несколько порядков выше. Но вспомните, что Елисей на исцелил прокаженного, да, а были еще прокаженные? Максов. Речь идет о миллионах, даже сегодня. А тогда, когда не было лепрозоев, вещей для прокаженных людей, сколько же их тогда было? Но почему Елисей никого не исцелил? Ни одного. Хотя его великие чудеса, написано в Библии, о том, что на нем дух вдвоем сомневаться не надо, чем на Елисей. Но исцелился сериалином. Так что он сказал, почему? И когда Христос сказал это, те слушатели, которые рядом были, слушали, смотрели, радовались каждому слову, зновянно переменили отношения, схватили Христа. Но кто-то первым схватил, кто-то второй. За одежду, за руку его, может, за руку. И потащили, написано. Повели его, чтобы свернуть с горы, на которой стоял город. Вот уже Бог совершил чудо, прошел свой смех и ушел. Почему так обстановка меняется? Вот Степан говорит всю историю еврейского народа. Они слушали. Ну, кажется, сейчас и так, братья, верьте во Христа, пришел в Мессию, и все бы закончилось. Степан пошел бы домой, от обеда лег спать. Он мгновенно меняет вещь и говорит, «Вы племя злодеев, сыны поюдельные». Такими же словами говорит плащиках по року царя. «Кого не знали отцы ваши? Вы распяли предвозвестившего». И начинает. Все. И они мгновенно схватили крам и побили. Апостол Павел проповедует. Мирная обстановка в стране. Нормально. Все. Он начинает говорить. А потом говорит, и Господь сказал, «Не примут тебя здесь. Я пошлю тебя далеко к изучникам». Здесь они тушить не будут. Они самосвяты, пустосвяты. И сразу же забросали пыль выше головы. Он не должен жить. А это ученики Христовы. Они поступили точно так же. И поэтому нормальные люди считают, это ненормальное поведение. Но ты Бог этого не говорил. «Ну, сказал ты и пошел. Зачем ты их раздразил, раздразил, псок? Да ты знал, что не примут. Господь-то ведь знал. Ну, Господи, ну ты в храме порядок не наведешь. Там же церковь, деньги любят. Бищ стоит, плетает, считает, что ремонт был. Беревки брошены были. Он сплевал. Какое там бищ плести из береговки? Ясное дело, что нетонкие. И как он начал выгонять волосся и продающих, и покупающих? То есть, видимо, попало к ним крепко. Ясное дело, что они не могли на этом успокоиться. Ненормальные. Приходили люди и говорили, это твой сын, заберите его отсюда. Посмотрите, что он делает. Куда они появятся? Везде смутан. Пыль до небес идет. А вот теперь мы и посмотрим. Оказывается, все, которые не принимали Христа и его благородствия, потому что самые настоящие и десноватые люди были. Они как раз и были. Все перевернуто в сознание людей. Мне близкие даже люди говорят, я ты мог вот это не говорить? Он это видит, человек не принимает. Ты можешь в сотни раз говорить, без пояса нельзя ходить. Все режут, все идут так. Ну тебе же он на своем настаивный, ну тебе же он на чужой настаивный. Я все равно скажу. Скажу любви о тебе. Не делай этого. Присуни, чтобы больше к тебе не ездили. Не ездили. Не хотите наблюдать уставу? Нахалу. Не ездите больше сюда. Беззаконники, бесщинники. Найди им имена, какие-то. И все на этом кончилось. Почему он выбросает свое дело, а я должен это бросить? Вы пришли, когда готовы уставы, уже начато было. Главное, основное деревья, все отсутные, было здесь. Почему ты нарушаешь? В этом какая-то польза. В этом спасение тебе. О вашем уставе спасение. Не надо распознать, что подписался. Тебе не нравится 360 сброшенных деревень? Начинай. Но ты же знаешь, что ничего не осморвешь. Тебе не набрать это общество. Ничего не будет. Тебя начнут за ненормальным. И когда мы начинали строить, потеряем, то нас считали год. Смехнули. Пальцем на висках крутили. Разок. Города пустеют. А вы какую-то деревню строить будете. Мы сумасшедшие. Ненормальные. А в интересной карьере, если как угодно нас называли. Но она стоит в 18-й год. И устав должен быть соблюден. Я прошу и умоляю Христос Бога. Соблюдайте устав. И главный упор сделайте на себя, а потом на детей. Вот перед нами стоят две девочки. Вот они сейчас. Тут дремят. Святые Божицы, святые крепкие. Три поклона. Еще. Пять. Потом еще десять. Не, одного поклона не делайте. Вы еще не видите. В окно не заглядывайте. Ребенок все время оглядывается. Я его поставил в определенное место. Сегодня он оборачивается. Ему не видно еще. Перед ним простенок и дядя. Он на 180% разворачивается. Смотрит. Там есть не доставание. Он ничего нет. Он не видит. Там ничего нет. Но в момент наступает. Кразу поглядя не смотрю. Я замечаю. Ладно через 7 минут он оборачивается назад. Оборачивается опять. Вывернув голову. Посмотрел. И на нас. Но опять встал. И вот он стоит рядом. Я каждый после каждого благослужения подхожу и снова покажу. Заходим в храм. Показываю. Родители этого не видят. Ему не за чем. Смотрите. Его сейчас запрашивают. Скажи пока ты не ответишь. Зачем ты оборачивался? Есть. Он умрет. Он не ответит. Не за чем. Он никого не видел. Что кто-то прошел. 7 минут он разворачивается назад. Это бесспорно. Он в храме. Перед нами святые иконы. Взрослите малейко. Это нас надо уже арестовать. За то, что мы не смотрим за детьми. И шли в храм. Они ни разу не поклонились. Нас значит сегодня не меньше 100 поклонных дома сделают. Ни разу не поклонились. Я говорю, вы же видите, она стоит перед ним. Она стоит столбом. Почему? А дома поклонных нет. А если бы утром, вечером, хотя бы по 100 поклонных делали, как мы делаем. Ни одного дела не пропустили, чтобы не делали. Дай мне несколько раз. Сколько раз в воду не смолиться? Только раз 100 поклонных. А если бы утром, то, что поклонных. Это очень полезно. Поверьте моему опыту. И я это не придумал. Четко, если у мусульманов, у буддистов, во всех мировых религиях, четко, вы никак не можете это понять. А ты начни. Ты хочешь испытать лечение Христа от Бога или нет? Начни исполнять. Я пошел этим путем. Я пытался узнать. Лечение Ленина такое. Лечение Гитлера. И понял, что все человеческое. Мудрое, но человеческое. Слово Христово, Божественное. Я тогда достал лесу. Что-нибудь сделай там, горучки какие-то нацепи. По пальцам считай. И ты увидишь, какая польза. Я на лесах ты прошел там по лестнице, по тюрьмам, по всем. Я каждый день молился пять раз. По полтора минуты часа. Пять раз. На дыр молитвей проехал. И после этого я спрашиваю, в пещерниках, как век не будет. Было ли с кем такое отношение, охранники, закрещенные остановились, рядом молились, сзади. Не было этого. Никто этого ревизия не слышал. Это молитва. Это поклоны. Я спросил человека, который помогает. Почему ты помогла мне, когда я буду на психиатрии, где проверять, нормальная или нет. И она приходила, сайлась, она говорит, я ей носил 40 поклонов, утром кладешь в землю. А мама моя говорила, что 40 поклонов земли кладешь, это от Бога. Она больше ничего не знает. Но я натолкнулся на такую, у которой предание от матери есть. Вот и все. Делайте поклоны. Мы православные. У святых Божьих точно знаете, что надо. Вот она приведет. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Божия. И здесь тоже. Смотрите, детей учите. Она не елась, потому что она не приучит. Она просто стоит, потрощит в руках и едет, смотрит. Ей надо скорее оттуда убежать. Все это перед Богом. А вот теперь кто из нас вышел из себя? Кто без сноватый? Я с этой стороны хочу показать. Иоанн 10.20. Многие говорили, он одержим безумным. Что слушаете его? Вот обо мне-то сейчас так же думают некоторые. Здесь стоящие, я поточку знаю. Что его слушать? Он же больной. Когда к нам пришли люди, а эти люди никогда нас не знали, а потом церковь сказали, и главный, который был в азарском праве, в азарском праве, он в прошлом году был, а ты что вы их слушаете? Он же ненормальный, он на психиатрии был. Хотя знаете, что самое страшное мучение в Советском Союзе было за двух потенциальных психиатрии. Когда еще при Хрущеве, он сказал, а у нас нет врагов советского власти, есть больные, и всем отвечать ставят психиатрию. Я это перенес. Я 26 лет стоял на учете. А потом был употреблен на советской психиатрии. И теперь как реабилитация дается, как заключенному. Я не считал это. И подговорю с полным основанием. Сегодня не каждый из верующих может показать, что ему пришлось перенести. Когда каждый сустав ищет свое место. Что они делают? Ну, указания власти это делают. Но не это, повредило или нет? Определенно нет, скажем, не повредило. Я на эту тему могу говорить сегодня с вами. Почему считали их представительно разным? А он делал все не так, как принято. Не так, как богословы учили. Я говорю, что монашество это не признак духовной жизни, а бездуховной. Монашество породило мусульманство. И буддизма, может быть, не было бы. Они зато вилюбей. Монашество, канонизация, это девский вызов Богу. Господь, написанное, избрал 12, чтобы шли и проповедовали. Он избрал с определенной целью. Для этого епископа ставят, для этого священника ставят, чтобы шел и проповедовал. И нас для этого он избрал, чтобы шли и сеяли. Мы служители Божьи. В священодействие благовестия несем сегодня пойдем. И апостол, когда только с Кащели сегодня читали, великое ли дело, если мы судьбимся духовно, интересно, поможете. Павел говорит, какое это дело? Одно с другим сравнить. Да пусть певайте хотя бы этим послужить, чем можете. Некто еще ни рубля даже на это дело не дали, на благовестие. Стань не участвуйте. Поспешите. Завтра никто не будет сбывать. Конечно, когда просишь помощь, ему только подавай. Павел говорит, поверьте, я ничего не беру. У меня что-то это достаточно. У меня нет где жить дома. Я в моем доме живу, я здесь в квартире ни рубля не беру за квартиру. Я за всю жизнь за квартиру не взял ни рубля, ни с кого, ни разу. Полностью отдавал квартиру. Потому что обвинения я могла провернуть очень легко. Я застараюсь ради ваших душ. Не явитесь перед Богом бесплодными. Тебе сказали это. Тебе отлученный человек. Я лети, сектанты заезжай. Отрежь и не пускай в ваших себе. Не нужны они здесь. Не нужны. Принято решение не принимать. Зачем ты знаешь, что отец не приветствует, не принимает дом? Ты прямо нарушаешь постановление Божие. Все-таки понятно. Человек, который не служит совершенно чужой человек. Покайся сегодня. Не ожесточить себя со своем. И там написано, сегодня же вы считали в Евангелии скачение. И он что говорит? Прости ему. Я против тебя согрешил этим исполнением. Прости меня. Но выполнить, что положено. У меня тоже у братья есть безбожник. Я к ним не вижу. Она приехала. Я вышел только на улицу. Сестра не верующая. Я вышел на улицу. Дом я ее уже не запустил. Написано так, что можно. Я ей помог. А теперь она в том улице пришла в голову. Марка 3.22 А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет веса в себе. Бердиолог. Изгоняет веса в силу и весов в силу. Иерусалима это самые академисты, профессора, академики, госора, богословицы. Они все исследовали, сравнили. Вот это не ведет так. Вот это тело и признак. Вот это второй. Нет, это не от Бога. Они не сравнили с Писанием. Они сравнили с тем, как они живут. Я тебе говорю по Писанию. Принимать в дом нечеститься не надо. Тем более пить, если на рыбалку с ним ездить. Это безумие полное. Полное отречения от Иван Божия. Все-таки понятно. Я это говорю, значит, врагом не будешь. Но я люблю тебя. Нет, от этого не жертвы не холода. Но тебе очень жертвы будут. И дети такие же будут. Они не будут делать поклоны. Они не будут молиться. Ты потеряешь их. Ты скажешь, какие же это делающие. Сегодня же нас судят. Какие это делающие. Поехали сейчас в город, повезли детей. И приятнее. Я говорю, вот мы двое здесь. И оба принимаем на квартиру и бесплатно. Что вам еще нужно? Все вы судите общину. Когда мы двое из общины, уже оба принимаем. А ты все, кто проходит об общину осудил. Ты обратился к нам. Молился, об этом нет. А мы молились. По любому делу, вопияй Богу, и ответ внезапно будет показан. Ты скажи, Господи, а кто бесноватый? Вот я бесноватый мне говорил. Илья бесноватый не слушает. Из одного пояса уже тысячу раз на размещание делаю. И дети все время без пояса делаю. Ты гости и все. Прекрати это. Не надо тебе это принять, брат. И вот это еще, брат. Завтра ты будешь окончательным врагом. Не надо этого делать. Мы же в храме Божьем стоим. Я ничего не требую своего. Я просто говорю, так написано. Лука 8, 19, 25. Пришли к нему матери и братья его. И не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать им. Матери и братья твои стоят? Нет. Желаю видеть тебя. Он сказал им в ответ. Матерь моя и братья мои. Суть слушающий Слово Божие, исполняющий его. Вот кто матерь. И это он сказал Богородице. В данном случае он как бы отрекается ее. Ты не слушаешь, а слушаешь слухи людей обо мне. А тогда кушалка, что сказали, он видит себя ненормально. Лука 7, 33. И вот пришел Иоанн Креститель. Ни хлеба, ни ест, ни вина, ни вина. И говорят, и он без. Вот определили. А Христос ест, а друг мы треим и грешникам. Он тоже без сноватый. А как вам надо? И он сказал крестикам, когда детям играли, они не реагируют никак. Я не такой пропагнит. Меня нет. Ну ты сам посмотри. Когда ты на занятиях был в последний раз? Когда? Какая причина, что ты не идешь на занятиях? Много знаешь, упрямство. Дикое нечеловеческое упрямство. Ну ты моленец, но рассуди. У нас день лагеря. Хороший день. День пророка Ильи. Когда ты был в последний раз там? У нас по два священника там было. Сармоний приходишь. Ну ты же не видишь, ты совершенно живой. Ты не в чем участвуешь. Ты бы сегодня выехал, просто некуда ехать. Ну остановились еще не поздно. Я прошу вас, будьте внимательны друг другу и молитесь. Прямо поминайте, скажи, Господи, издали демонов отсюда. Я молился. А те, кто не ходил, они оба в храме. Я сегодня только день вас благодарю и благодарю. Бог услышал молитву. Нас никто не разделяет. Мы любим одинакового Господа. Мы вместе спешим на благодействие. Это ответ Божий на молитву. Ведь я просто так, а это не ответ на молитву. Лука 7.33. И Матфея 10.25. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали ревизиолом, никем не более домашним с ним он. Так что удивляться не надо. Если мы больные, и сказали то, что тысячи умных не могут опродергнуть, то я бы что-то в этом не делал. На меня только глобится, но ни один скрещений, ни один и партийальный архиерей еще не поставили так вопрос, ответят конкретно в странице по книгам вопроса. Мне отвечают, ваши книги не несут мира. Одна и партия ответила. Другая, они не сводятся к нашим предаминам. Я ведь не говорил, что сводятся. Ты скажи мне, а они не по Писанию? Вот тогда будет это приговор. Даже человек ко мне не расположен, но из фектантов стал православным батюшком. Он написал книги, все по Писанию. И человек очень и очень любит Бога и Писание. Это я могу сказать определенно. Хотя делать как вы я не могу. Я привязан к семье и прочее. Ну ты по-честному, я не могу, так и скажи. Деяние 2624. Когда он так защищался, с громким голосом сказал, Безумствуешь ты, Павел? Большой человек, еще он не заводит себя за сумасшествия. Ну ты так решил. Тест. Но мы сегодня знаем, что Павел не безумствовал. Послание его знает. Нет, послание правительства с тестом. Назовите, скажите, где-нибудь. Тесту знает кто? Кроме верующих. И при том, что это с дурной стороны. А он уже вынес резюмент, вывод определенный, точный. Он хотел, чтобы его все послушали. Павел отнесись как к безумному. Я говорю вам слова, здравого смысла, Павел говорит. И я вам говорю. Слова основаны на писании на нашем уставе. Не нарушайте их ради Христа истинного Бога. Скажи, я искусственная кровь и христа чара. Отойди, я вам не смущаю. Это дьявол смущает. Как ты его раздражаешь. Самых верных, близких людей, которые здесь с тобой. Нельзя этого делать. 1 Коринфян 4.10. Мы безумны Христа ради. А вы мудрые во Христе. Мы не очень, а вы крепкие. Вы славе, а мы бесчерстные. Так что считать безумным человеком могут, а доказать не могут. А когда на полетку приходится, то переворачивается. Павел говорит, мы безумны Христа ради. То есть со стороны людей смотреть, я поступаю совершенно ненормально. Так не делается. Да, не делается. Но согласно Писанию, именно только так должно быть. Эта жизнь слишком коротка. Семнадцать лет потерять уже ушло. И я не знаю, буду ли нас в следующий год отмечать в деревне. Тем более всем это сделают. Видите, какая жизнь и какое наше здоровье. Но Слово Мое для вас останется. Будьте внимательны. Смотрите, что сказали о Господе. Где те люди, которые считали, что бед в нем? И поэтому не смотри на тебя, что будут говорить. Главное быть верным. Приходите в храм, дети нахажите. Где нужен поклон. Покажите. И станьте рядом. Они не знают, поставьте рядом с собой. Наклони ему голову. Я с собой, ваши дети, ищите, и они все делают хорошо поклонные. Вот это выворачивается. Но я определенно сегодня буду говорить. Да я говорю, он не слушает. Почему он победил тебя? Ты ему говорил, он не слушает. Ой, ребята, с тобой Господь. Я ради Господа буду говорить. Будут они слушать или не будут, а ты говори. Милостный Господь, помоги нам. Довести Слово Твое сегодня до тех людей, которые могут прийти навстречу. Аминь. Аминь.